Привет, меня зовут Михайлов Павел, я руковожу агентством PMD и мы занимаемся SEO, оптимизацией, продвижением сайтов, контекстной рекламой и прочими вещами, связанными с интернет-маркетингом. Сегодня рассказываю про то, как я сам продвигаю свои лендинги и, соответственно, используя эти знания, вы сможете продвинуть в топ Яндекса и Гугл свои одностраничники. Буду показывать всё на примере своего проекта, который сейчас приносит мне порядка 70 тысяч рублей в месяц и в том числе благодаря тяге поискового трафика, так что это мощный канал, даже если у вас всего-навсего небольшой и простой одностраничный сайт. Итак, поехали. Для начала совсем чуть-чуть, немножко, самую малость теории информационного поиска, её правда будет немного. Как вы, возможно, знаете, поиск в интернете осуществляется по группам связанных между собой запросов. И одной группе запросов может быть релевантна только одна страница. Релевантна — это значит даёт целостный исчерпывающий ответ. И это, в принципе, логично, ведь вряд ли одна страница может быть одинаково релевантна запросу «Купить слона» и запросу «Продать жирафа». Скорее, одна страница будет релевантна запросам типа «Купить слона», «Слон цена», «Слон в Москве недорого» и так далее. Пример, конечно, абстрактный, но, тем не менее, логику передаёт. Итак, я думаю, мы с вами договорились. Одна группа запросов, одна страница. Не надо на одной странице перемешивать разные группы запросов и пытаться всё это вместе продвинуть. Скорее всего, да я вам точно говорю, с гарантией 100%, у вас абсолютно ничего не получится. Окей, концептуально мы друг друга поняли, поэтому можем двигаться дальше. Для того, чтобы подобрать запросы, нам понадобится сервис «Яндекс.Вордстат». Давайте так, более подробная инструкция по этому сервису будет по ссылке в описании. Всё, что нужно нам в рамках сегодняшней проверки, я сейчас покажу. Во-первых, нам нужно выбрать региональность. Москва и Московская область в нашем случае – это тот регион, где будет продвигаться наш сайт. Поэтому регион у нас в «Вордстат» соберёт статистику. Во-вторых, оставляем галочку у пункта «По словам». И теперь прикидываем запросы, по которым мы можем продвинуть наш сайт. Сегодня говорим о моём сайте, сейчас его вам покажу. Это сайт по доставке готового питания «Стол номер 5». «Стол номер 5» – это диета, которую врачи рекомендуют людям с проблемами с печенью, с желчным пузырём. Она помогает им чувствовать себя лучше. Вот такой вот простенький сайт. Но, тем не менее, отлично оптимизированный. И, несмотря на то, что он одностраничник, привлекает довольно много поискового трафика. Чуть позже покажу данные из «Яндекс.Метрики», всё сами увидите. Итак, по каким запросам может продвигаться данный сайт? В первую очередь, связанным со столом номер 5. Нас интересует запрос «Стол 5». Окей, давайте сразу придумаем синонимы. И для того, чтобы перебрать слова по синонимам, нам понадобятся операторы «или». Это сочетание вертикальной черты и открытых скобочек. То есть, открываем скобки, пишем слова, которые можем использовать в качестве синонимов. «Стол 5», синоним «Диета 5». Ещё одна черта. «Меню 5», в принципе, тоже синонимичная конструкция. Закрываем скобки, все синонимы перебрали. То есть, нам Wordstat будет искать фразы с вхождением либо слов «Стол 5», либо «Диета 5», либо «Меню 5». Открываем ещё одну конструкцию по поиску синонимов. И вбиваем туда коммерческие фразы. Для каждой тематики коммерческие слова будут свои. Для доставки питания это могут быть варианты типа «заказать», «доставка», «на дом». Их используем. Закрываем скобку, нажимаем «Интер», вводим простенькую капчу. Отлично, мы получили выборку запросов, с которой можем проводить дальнейшую работу. И ещё раз напоминаю, у нас лендинг. Одна страница. Одна страница продвигается по одной группе ключевых фраз. Поэтому не нужно добавлять сюда запросы типа «диетическое питание с доставкой» или «доставка питания при болезнях печени». Такие запросы должны продвигаться на абсолютно других страницах. Это отличный интент. Он вообще в сторону. Отличный не в смысле крутой, а в смысле, что отличающийся. И на всякий случай, если мы не уверены в нашей группировке, или у нас очень большой список фраз, которые мы хотим отгруппировать хорошенько, например, с гарантией того, что это всё будет продвигаться, нам потребуется сервис, так называемый «кластеризатор». Я сейчас покажу на примере кластеризации этой группировки фраз через сервис «Кулаков». Ссылка на сервис будет в описании к ролику. Мы берём все наши слова, копируем их в буфер обмена, заходим в сервис кластеризации «Кулаков». И тут вот такое поле «Запросы». Вставляем сюда наши запросы, выбираем регион проверки, который нас интересует, в нашем случае это Москва, нажимаем «Сгруппировать». Через несколько секунд сервис показывает нам загруппированные ключевые слова. И мы видим, что запросы, которые нам не подходят, и которые случайно попали в нашу выборку, вот в процессе кластеризации отсеялись. То есть детский день рождения, именю дома 5 лет. Это точно, явно то, что нам абсолютно не нужно. И в первой ячейке у нас остаются все слова, с которыми мы можем работать. Прежде чем начинать с ними работать, нужно проверить, все ли они действительно обладают популярностью. То есть действительно ли их задают пользователи поисковых систем. Это крайне важная проверка, и для этого нам понадобится сервис, например, B1. В простенькое окошко вбиваем наши фразы, выбираем регион, нажимаем «Загрузить» и получаем расшифровку популярности наших ключевых слов. Немножко теории. Яндекс.Вордстат, вот по умолчанию, показывает цифры какие-то космические. Это общая популярность. То есть популярность всех запросов, которые содержат слова «Стелл 5. Доставка». Нам нужна популярность конкретно каждого запроса. Более подробная инструкция о том, что такое популярность ключевых слов, и чем она отличается, разные варианты, есть в инструкции по использованию Яндекс.Вордстат. Она, как я уже говорил, в описании к ролику доступна по ссылке. Мы сейчас просто за аксиому возьмем, что нас интересует точная частотность. Вот она, в самом конце. Мы просто сортируем полученный список по обыванию от самой большой к частотке к самой меньшей. И получаем реальный список фраз, с которыми можем работать. То есть их не так много, и совокупная популярность не такая большая. Но, тем не менее, то, что мы здесь видим какие-то цифры, говорит нам о том, что спрос в нише существует, и за эту нишу можно побороться. Окей. С ключевыми словами определились. И, казалось бы, можно уже начинать заниматься оптимизацией нашего лендинга для того, чтобы продвинуться в топ Яндекса и Гугла, но не так быстро. Следующий этап, который нам необходимо осуществить, это анализ конкурентов. Какая тут логика? Мы можем заходить в топы поисковых систем с одностраничным сайтом только в том случае, если конкретно в нашей нише, по нашим запросам, уже встречаются одностраничники. Так что, если у вас уже появилась шальная мысль закупить себе новенькие айфоны или чехлы для Xiaomi, создать под них лендоз и продвинуть в топы поисковых систем, то не так быстро. Нужно проверить, есть ли в выдачах поисковых систем по вашим запросам одностраничные сайты. Проверка максимально простая. Мы копируем ключевое слово, заходим в Яндекс, в Яндексе вбиваем наше ключевое слово и видим здесь следующие сайты. Напару, по Певзнеру, что еще? Певзнер.ру. Смотрим эти сайты, прокликиваем их и видим, что это одностраничники. Вот, кстати, хотел в конце видео рассказать, какие позиции занимает мой сайт, но тут отлично видно, что он ранжируется в контекстной рекламе первой и в органическом трафике одним из первых. Дальше. Сайт Певзнер.ру. Соответственно, тоже одностраничник. И мы делаем вывод, что в этой нише можно работать и продвигать наши одностраничные сайты. Да, кажется, что таких ниш на самом деле немного. Но кроме доставки питания, я так сходу могу сказать, что это, например, доставка кальянов или продажа барокамер. Ниши не самые популярные, еще не заняты крупными игроками, и именно поэтому там можно развивать свои проекты, продвигать свои лендинги, привлекать трафик и как-то его монетизировать. О том, как все-таки их монетизировать, я расскажу в следующих видео, поэтому подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик для того, чтобы не пропустить ценную информацию о том, как заработать на своих продвинутых в топ-10 одностраничниках. Едем дальше. Теперь от 7 раз отмерь к 1 раз отрежь. Как все-таки оптимизировать наш сайт? Первое, с чего мы начинаем, это технический аудит. Проверка доступности сайта, проверка наличия защищенного протокола, проверка наличия переадресаций, чтобы у вас не было клонов и дублей, и прочие, казалось бы, сложные вещи. Давайте так, чтобы не тратить ни свое, ни ваше время, я оставляю в описании ссылку на тильду. Точнее, на информационный раздел этого проекта, где вы можете почитать о технической оптимизации вашего сайта с точки зрения SEO. И да, я рекомендую делать свои одностраничники именно на тильде, потому что это один из немногих конструкторов, который адекватно настраивается с точки зрения SEO, дает для этого все инструкции, пройдясь по которым вы можете обеспечить техническую оптимизацию вашего сайта на 5 с плюсом. И в-третьих, и самое главное, он отлично индексируется. Поисковые системы прекрасно понимают весь контент, который расположен на вашем лейнинге, созданном на тильде, и отлично его индексируют. А индексируют, значит, аранжируют, при условии того, что ваш сайт действительно хорош. И сейчас следующий пункт, как раз то, почему поисковые системы выбирают одни или другие сайты, и как нам самим сделать сайт, чтобы поисковые системы подняли его в топ-10. Для этого нам нужно провести так называемый маркетинговый анализ на минималках. Концептуально суть в следующем. Мы заходим на сайт какого-то из наших конкурентов и просматриваем блоки на этом сайте. Как конкуренты транслируют свое предложение. У них есть указания на то, кому подойдет это питание. Есть уточнение, почему заказывают у них. Есть примеры их блюд. Есть информация по оплате, по доставке. Есть лид-формы. Есть даже интервью с врачом, который ответственен за это меню. Есть информация в период ковид важная, про бесконтактную доставку и так далее. Можем посмотреть другой сайт. У них также встречается мнение эксперта. Но тут мы еще видим акции, видим более понятный и доступно оформленную информацию о доставке и понимаем, что чтобы поисковые системы нас полюбили, мы должны сделать все то же самое, только лучше и красивее. То есть наша задача на данном этапе проанализировать все блоки на сайтах конкурентов, сделать выводы, какие блоки нам тоже нужно реализовать. Подсказка. Практически все, которые есть у конкурентов, вам тоже понадобятся. Просто сделайте их чуть красивее и чуть удобнее, на ваш взгляд. И вы получите преимущество в ранжировании перед вашими конкурентами. В рамках данной проверки также важно иметь в виду, что существует такая вещь, как коммерческие факторы ранжирования. Они существуют только в Яндексе. Это разнообразные функциональные элементы сайта, по которым Яндекс понимает, что сайт коммерческий, удобный. И, исходя из этих выводов, он ранжирует сайт выше конкурентов. Есть большой чек-лист по коммерческим факторам. Напишите в комментариях «хочу чек-лист», я вам его отправлю. И с помощью чек-листа сможете дополнительно усилить ваши одностраничники, для того, чтобы они лучше продвигались в Яндексе и лучше конвертировали входящий трафик в продажу. Потому что прикол этих коммерческих факторов в том, что они реально работают как коммерческие функциональные элементы. Окей, идем дальше. После того, как мы провели маркетинговый анализ, он немножко в кавычках все-таки, потому что это упрощенный его вариант, мы можем переходить к составлению текстов для наших блоков. И тексты нужны не только для пользователя, который их прочитает и решит заказать ваш товар или услугу. Тексты важны также для поисковых систем. Во-первых, важны объемы текста. Для того, чтобы понять, какого объема текст написать для всего сайта, нам нужно опять же вернуться к нашим конкурентам. Просуммировать общий объем текстов, которые у них есть, в количестве знаки без пробелов, и разделить на количество конкурентов. То есть вычислить среднее арифметическое. Если у одного конкурента текст 1000 знаков, у другого 2000 знаков, то пишем среднее арифметическое 1500 знаков. Вот такой подход в среднем по больнице помогает нам добиваться корректной индексации сайта и уже влиять на его ранжирование. Это первое. Понять объемы текста. Второе. Обеспечить вхождение ключевых слов. Есть SEO-специалисты, которые адски заморачиваются с вхождениями, пишут очень сложно сочиненные ТЗ и не получают абсолютно никаких результатов. Дело в том, что на данном этапе своего развития поисковые системы в первую очередь оценивают качество сайта, а не количество вхождений ключевых слов. Поэтому мы просто берем наши запросы и каждый по одному разу в свободной форме, неточным вхождением, используем в наших текстах. Этого достаточно для того, чтобы поисковые системы поняли, что ваш текст и ваш сайт релевантны этим запросам и отвечают на них. А дальше нам нужно работать уже с качеством сайта для того, чтобы влиять на наши позиции. Окей, это тоже понятно. Два пункта обсудили. Следующий пункт – это проверка готового текста. Проверяется он на уникальность. Уникальность должна быть от 90% и выше. Далее он проверяется на риски Баден-Бадена. Баден-Баден – это специальный алгоритм Яндекса, который банит сайты со спамными текстами. Есть сервис от компании Ашманов и партнеры, называется Тургенев, и ссылка на Тургенево тоже будет у нас в описании. С помощью Тургенева мы проверяем наш сайт на риски Баден-Бадена. Оценка должна быть не выше 6 баллов. Запоминаем эту информацию. Следующая проверка – это проверка на орфографию. Ссылка на сервис на проверку орфографии тоже есть в описании к ролику. Соответственно, проверяем текст на уникальность, на риски Баден-Бадена и на орфографию. Но не текстом единым. Есть еще такая вещь – метаданные. Это title description h1. Вещи, которые прописываются в коде. В тильде они прописываются удобно через внутренний интерфейс. И мы должны составить эти метаданные для того, чтобы поисковые системы по ним поняли, о чем страница и каким запросом она отвечает. Для того, чтобы составить нормальные работающие title description и h1, надо знать технические требования, которые к ним предъявляются. Итак, внимание на экран. Сейчас показываю, что мы должны знать, формируя title description и h1. Title – это 70-130 знаков без пробелов и содержит наиболее популярные запросы. description – 200-300 знаков. Содержит среднечастотные запросы. И h1 – нормализованный главный запрос. Нормализованный – это значит адаптированный к восприятию обычным среднестатистическим человеком. Кроме того, что к метаданным предъявляются такие требования, они должны быть человекопонимаемы. То есть человек должен понимать, что там написано. Это не должно быть просто перечисление запросов через запятую. Также важно указывать цены и призывы к действию, типа купить, заказать и так далее. Для того, чтобы посмотреть метаданные своего сайта, если он у вас уже есть, вам понадобится расширение SEO Meta in One Click. Ссылка на это расширение будет в описании. Зайдем на мой сайт и посмотрим, как это устроено у меня. Title – доставка готового питания, стол номер 5. Это самый популярный запрос. И указание на цену. Сколько это стоит. А также указание на проект. Что за компания предлагает эту услугу. Дальше – description. Чуть меньше, чем рекомендуется. Надо будет доработать. Закажите с доставкой на дом готовое питание по диете, стол номер 5. Тут обратите внимание, что стол номер 5 вписан не цифрой, а непосредственно словами. Потому что есть ряд запросов, которые задаются именно в таком виде. И заголовок H1 на соседней вкладке – это готовое питание по диете, стол номер 5 с доставкой на дом. Понятно, адекватно, просто. И это реально работает. Как вы видели, по некоторым из этих запросов сайт ранжируется на второй позиции в органической выдаче. А это реально очень круто. И такие результаты были достигнуты за крайне короткий промежуток времени. Но чтобы не быть голословными, давайте заглянем в нашу Яндекс.Метрику. Итак, в январе 2020 года сайт запустился. В феврале он привлекал только трафик с контекстной рекламы, но уже в марте мы зафиксировали первые 80 визитов за месяц. Далее сайт стал расти, и к июне 2020 года он привлекает практически 500 визитов в месяц. И, казалось бы, это немного, но конверсия сайта практически 10%. За счет того, что ниша узкая, и эти 500 визитов привлекают довольно много лидов. А это лиды на продукт, который заказывают долго и регулярно. Lifetime value довольно высокий. Поэтому в среднем арифметика получается очень крутая. И я, конечно, понимаю, сейчас было много информации, она была очень такая насыщенная, динамичная и точечная. Скорее всего, остались какие-то вопросы. Эти вопросы можно задавать в комментариях. Я обязательно всем публично отвечу. Можно будет с ответами ознакомиться. Кто-то может написать в Telegram напрямую. Ссылка на Telegram также будет в описании. По всем вопросам я открыт, доступен, готов общаться. Спасибо за внимание. Надеюсь, было полезно. И не забываем подписываться, потому что в следующем видео я более подробно расскажу о том, как зарабатывать на таких одностраничниках, которые у нас залетают в топ поисковых систем. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok